Доброе утро! И Умка сразу, сюда же. Слушайте, тетя, дождь прошел, вчера такой дождь это и шел. И я думала, что этот, что Умка будет сегодня черный. А он вообще белый, красавчик, да? Ну, он прятался от дождя, да? Ты прятался, ах ты ж! Довольный? Ну, так сегодня сыро. С Леной переписываюсь. Они с Алисочкой уже дома. Вот на перевязки ездить будут. Боже, я в шоке. Заживет, конечно, но просто душа разрывается. Не надо такие слова говорить. Все будет хорошо. Но очень переживаю. Я вчера как увидела, думала, с ума сойду. Ой, холодно, ветер. А чего вы так вот это ходите, раз это? А я туда-сюда и быстро. Вот стоять, то прохладно. Ну, да, такой ветер. Батоша, она, вселся. Батоха! Батошка! Спит, спит Джесси, спит Доба. Забежала и спит. Угу, да. Тетя Оля, вы слышали, когда у нас сирена? Что делает Умка? И что он делает? Тетя Оля, он копирует сирену. Слышите? Он точно, как сирена, начинает выть. Вот она трижды, и он трижды. Вы понимаете? И именно в звук сирены громахает у нас сегодня. Там Проша копирует Алиса. Да. А тут это, Умка сирены у нас копирует. Ну, прям, прям вообще. Да, Сашинка? Ну, хорошо, тетюлечка. Идите, говорите. Алло. Умка, ты копируешь сирены, да? Сирены ты копируешь, да? Ох ты ж такой малыш. Бо я еще такая ночью думаю, ого, и он этой ночью, и утром, прям так слышно. Ну. Приехала я, ребята, только что на Форсаж, в магазин. Мне надо было купить дворники. Ну, один, так точно, дворник. У меня, получается, он плохо работает. А сейчас пошли дожди, и вот именно с водительской стороны, с моей стороны, немного плохая видимость. Хотела поменять. И не рассчитала по времени. Они сегодня до... четырех часов. Я приехала без пяти четыре, они закрыты. Ну, в общем, опоздала. Я, может быть, и не опоздала бы, просто я стояла немножко в пробке, видела такую страшную аварию. Сейчас, минуточку. Так вот, ребят. Так вот, такую, короче, аварию я видела. Боже, машина полностью перевернута на крышу. Капец, конечно. Ой, аж такое. Поэтому, когда смотришь на такие моменты, вот видишь, то убеждаешься еще больше в том, что надо быть очень и очень и очень внимательным. Вот. и осторожными. Да. Я уже приехала домой. Дашулечка. Открыла мне ворота. Привет. Джесси тут встречает. Лимошка, привет. Он, видите, прям лапкой мошет. Лимоша. Я бена выпустила. Бена выпустила? Что это у тебя красная на лбу? Где? Вот это. Не знаю. Я могла колесом поцарапаться. А я была учитель, я она на премьере, смотрела лису. Фух. Это кошмар какой-то. Я прям за рулем ехала, остановилась, короче. Ну, это. И смотрела. Ну, без слез там невозможно спокойно смотреть. Так жалко ее. Просто слов нету. Просто нету слов. Смотри, какой он. Живее. Ладно, я пойду там. Лимошка может. Хорошо. Лимоша. 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 Ты такой хороший. Лимошка. Лимошек. И ты. Ага, все равно я тебя боюсь. Вот боюсь я тебя. Боюсь, боюсь, боюсь. Ага, давай. Боюсь. Боюсь я тебя. Ой, до носика дотронулась. Дотронулась до носика твоего, да? Ну, все бесстрашная наша тетя Оля. Хорошая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вы что? Ты у нас совсем его не боится. А я боюсь. Он такой мягенький, да, тетя? Ой, это коллапки какие нежненькие. Смотри. Ну, что такое? Все, все, ты меня простил. Меня простил. А то ж сердился все время на меня. Да, рычал, рычал. Ой, ты хороший такой. Лимошечка. Мальчик. Скажи, Лена, привет. Передай Лене привет. Скажи, мне тут все хорошо, да? Вот так вот прям поцелуй. Ой, ой, ты, е-мое. Поцелуй камеру. Ты меня хочешь камеру отобрать, да? Лимошечка. Камеру захотела. Отобрать, мать. Гляньте, как сидит. Даша ушла к тете Оле. Она очень часто туда ходит. Гуляет с Прошей. С котами. Хоть и своих трое котов. Но больше всего ей нравится проводить время с попугаем. Даша очень любит попугаев. Кто меня долго смотрит, тот знает, что у нас был маленький волнистый попугай. Потом я еще одного подарила Даше на день рождения, который вылетел просто в окно. Прямо на день рождения. Это капец, конечно. Даша была тогда очень расстроена. Такой подарок, знаете, посмотрела и выпрохнул в окно. то она очень много проводит в Прошей времени. Да и в Прошей, я думаю, хорошо, что общение есть, ему не скучно. Мне как-то грустно. Когда, знаете, днем еще там мотаешься, туда-сюда едешь, чем-то занят, какими-то делами. А когда наступает вот вечер, и вместе с ним наступает какой-то не то, что депрессняк, грусть. Как-то, знаете, все время здесь были все вместе. А это пусто одни с Дашей. Ну и тетя Оля, конечно, с нами. За Алису очень переживаю. Я не знаю, я смотрела, я даже Лене писала. Говорю, Лена, я даже боюсь смотреть это видео. Потому что, ну, я понимаю, что это такое. Вот, вот когда у Даши был перелом руки, серьезный такой, что у нее кости вот так торчали тоже. Ну, у Даши хоть, ну, не было крови. Это сколько крови у ребенка. И Даша чуть постарше. Вот, ну, тоже у нее была очень серьезная травма. Я представляю, что там Лена пережила. Находясь в чужой стране, не зная языка, это насколько, ну, чтобы даже подойти, объяснить, что, как. Это надо переводчик, еще интернет лажает. Ну, это, конечно, это вообще жесть. Просто жесть. Я не знаю, чтобы я даже вот так в чужой стране еще такое произошло. хорошо, что не растерялись. Я Лене писала, хорошо, что Костя с Настенькой успели вернуться. до того времени, как это все произошло, что Лена не одна. Ну, ничего, все будет хорошо. у нас сегодня так тепло, прям, вот, чувствуется уже, как весна. Хотя, по погоде говорят, что, ну, типа, прогноз передает, что еще будет даже мокрый снег с дождем, будет холодно еще. Дашка, она выбежала, скачет. Что-то там рассказывает. Выбежала на улицу с тетюлей, тетюля на улице, капошится. Костя, если ты смотришь этот влог, надо было вначале, наверное, это сказать. Если у тебя есть минутка посмотреть влог этот, то мы с Дашенькой тебе передаем привет. за нас не переживай. У нас все хорошо. Ну, все. На этом всем говорю пока. До новых встреч, до новых влогов. Берегите себя и мирного неба вам над головой.